Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает пенсии в размере, внимание, 85 тысяч рублей. Об этом мадам сообщила в эфире пропагандистского НТВ в передаче для Секрет на миллион. У меня так много забот посетовала спортсменка, этих денег для нормальной жизни элементарно недостаточно. К слову, помимо пенсии в 85 тысяч фигуристка получает еще и льготы по оплате коммунальных услуг и все равно недоедает, оказывается. А как же среднестатистический российский пенсионер, которому государство кидает подачку в 14 тыр и который, ну мы же все помним, как там было у Соловьева-то в программе, на эти деньжища еще успевает и по миру путешествовать запросто. Причем, в том-то и дело, что померу. Начинаем! Продолжаем о непонятливых. Премьер Мишустин тут внезапно прозрел и насмешил всю Россию. Короче, чиновник догадался, почему статистика по коронавирусу в регионах в последнее время неумолимо растет. Не знаете, в чем причина-то? Докладывают. Виноваты в этом, оказывается, региональные власти. Ну, конечно, а кто же еще, которые вводят мало ограничений или вводят эти ограничения несвоевременно? Среднее число штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 тысяч населения в субъектах, где отмечается продолжение роста заболеваемости, составляет порядка 8 штрафов, а в субъектах, где отмечается стабилизация, это порядка 18 штрафов на 100 тысяч населения. Хотел бы обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации. В большинстве регионов с напряженной ситуацией причиной является несвоевременность решений по введению ограничительных мероприятий. Слушайте, вот как это по-русски все-таки? Мы любую проблему всегда решаем исключительно карательными мерами, чуть что ограничить, запретить, привлечь, наказать. Во всем мире с пандемией борются посредством развития медицины и здравоохранения в целом. Дополнительные средства вкладывают, дополнительные силы привлекают, ну и так далее. И только в стране вечного процветания и стабильности... Толик, не огорчай маму. Да вы что, то... А то врежем. Кстати, хочется подсказать Мишустину, а давайте запретим коронавирус. Вот запретим его и все. А если кто-то, не дай бог, на недомогание пожалуется или рассказать о заразе захочет, расстрелять на весть, а то, видишь, взяли моду, статистику портить. Президент, блин, поручение дал снизить показатели, значит, уже завтра они должны быть снижены. Впрочем, если отбросить весь этот стеб в сторону, друзья, ну мы-то с вами прекрасно ведь понимаем, в чем на самом деле кроется причина этого роста, да, заболеваемости. Да в них кроется, вот в этих Мишустиных, в Уголиковых, в Поповых, в их халуях на местах, в их шестерках из телевизора, потому что нифига не делают для решения проблемы. Врут только с утра до вечера, лишь бы циферки в бумажках правильные получились. Развалили всю систему здравоохранения страны, загнали медиков в нищету, уничтожили нормальное образование, в том числе медицинское, украв деньги по соответствующим нацпроектам. И сейчас они крайнего ищут, и ведь не стыдно этим рожам какую-то ахинею внести из разряда, люди нынче болеют, потому что в 20 веке случились две мировые войны, революция, ага, а еще потому что шнурки у меня на кроссовках разные. Вот правда зла не хватает, я на эти бездарные морды смотреть уже не могу, уж слушать их бред тем более. Это реальная журналистика, как обычно. О вечном и прекрасном сегодня поехали. Просто хочу рассказать пару историй из личного. Первое. Много раз говорил, мама у меня в возрасте, ей за 70. Иной раз ее беспокоит сердце, но в больницу на обследование человека не кладут, потому что запретить или безголовый кучу ограничительных мер на вводили. На днях у мамы случился приступ, подозрение на прединфарктное состояние, в обморок упало, очень плохо себя почувствовало. Началось все с вызова скорой. Это на самом деле было страшно. Сперва бесконечные минуты ожидания и голос робота в телефоне вам ответит первый же освободившийся оператор. В конце концов там все-таки ответили, приняли вызов, потом еще целую вечность мы тряслись от мыслей. А когда приедет скорая? А приедет ли вообще? И вот это, вы знаете, такое чувство поганое. Ты ничего сделать не можешь. Тебе остается только ждать и надеяться. При этом за окном 21 век. Никаких войн не наблюдается чуть выше. Аник вспоминал, блин, в войну раненых спасали. Привозили эшелонами, но спасали. А сейчас мы на чудо рассчитывать вынуждены тушить и свет. Слава богу, все обошлось. Ребята действительно довольно быстро приехали. Действительно очень помогли. Спасибо им огромное. Но чувство негодования все равно осталось. Это ж как нашу страну с колен поднимает шайка скрипоносцев, что в 21 веке в огромном мегаполисе в мирное время, повторюсь, человек сидит и трясется от безысходности. А вдруг не приедут? А вдруг не приедут? За год платформа «Россия – страна возможностей» показала себя работающим социальным лифтом. Люди из разных уголков страны, их было почти 2 миллиона, присылали свои работы в самых разных сферах. И лучшие не просто получали гранты, но теперь трудятся заместителями министров и вице-губернаторами. Теперь трудятся заместителями министров и вице-губернаторами. Вот, как раз то, о чем выше сказал, когда Мишустина со товарищей добрым словом поминал. У нас политика государства-то на что всю дорогу направлена? Проводятся какие-то конкурсы за бюджетный счет, победители которых становятся заместителями министров и вице-губернаторами. То есть мы чиновников усиленно клепаем. Нет, чтобы в хирургов, терапевтов и врачей той же скорой вкладываться. На кой ляд они нам нужны? Нам чинуш подавай, да побольше! Итог такой политики мы все хорошо сейчас ощущаем. Действующий медперсонал из-за вечной нехватки денег, из-за нищеты, из-за мизерных зарплат разбежался, а другого мы не выстругали. Койко мест в клиниках, как шлюпок на Титанике, хватит только на вот такое количество заболевших. На месте больниц выросли офисные здания до абсурда, вообще доходило. В феврале текущего года в моей родной Свердловской области, еще в паре регионов, на полном серьезе обсуждался вопрос о переводе карет скорой помощи на аутсорсинг. Вот конкретный пример. Водители скорой помощи хотят сделать самозанятыми. Вы понимаете, что мы превращаем скорую помощь в Яндекс.Скорую, понимаете? Только там платят, знаете сколько? Вот у нас по Екатеринбургу 135 рублей в час этим водителям предложили. Давайте честно, что даже в Яндекс.Такси можно заработать больше. А теперь сравните уровень ответственности водителя скорой помощи. И, к сожалению, такая ситуация сегодня везде. Что дальше? 0,3 мы переводим на частные рейсы. Дальше 0,2-0,1 будет там Яндекс.Полиция, Яндекс.Пожарный. С образованием ситуация не менее плачевная. Там тоже полным ходом идет звездец. Если все продолжится в том же русле, то лет через 10 у нас вообще никаких специалистов не останется. Даже криворуких, над которыми мы сейчас смеемся. В том числе и в медицине. Еще одна история из жизни. Мой Пасынок и мальчишка 10 лет. Учится в четвертом классе, ну как учится? С третьей четверти прошлого учебного года парень нифига не делает. В марте их отправили на дистанционку. И мы с вами прекрасно помним, чем эта история с дистанционкой закончилась. Выяснилось, что к такому формату никто не готов. Ни дети, ни учителя, ни родители. Уроки дистанционные, но есть ли от них толк? В этом уже начали сомневаться некоторые родители кировских школьников. Из-за пандемии коронавируса ученики занимаются, что называется, на удаленке. По всей стране, в том числе и в Кирове, получают знания на дому. Но, как показала практика, многие школы к такому формату оказались не готовы. Онлайн занятия учителя не проводят. Вместо них объяснять материал приходится... В итоге идею с дистанционным обучением похоронили, отменили. И ребенок у меня отдыхал всю четвертую четверть. Затем отдыхал еще три месяца, ну, летние каникулы. В сентябре маленько поучился. И снова каникулы сейчас, вот говорят, опять, возможно, на дистанционку переведут. А где-то уже это случилось. То есть за восемь месяцев текущего года ребенок нормально проучился всего месяц. Какие знания у него в голове-то останутся после такого? А если ему еще с полгодика посидеть дома и дурака повалять, все. Дальше можно по новой в первый класс отправлять, потому что мальчик тупо забудет все, чему его учили до этого. Тут профессорам быть не нужно, чтобы оное понять. Иными словами, в знаниях всех нынешних детей, которые переживут пандемию к моменту ее окончания, образуется вот такая черная дыра – провал. В дальнейшем этот провал будет только увеличиваться. Так, кем эти дети вырастут? Какие из них специалисты получатся? Правильно, нулевые. Дебилами они вырастут по-простому. Обалдеть, эволюция, да? Сто лет назад коммунисты посадили лапотную Россию за парты. По прошествии века их потомки запустили в стране обратный процесс по возвращению русского человека к корням, к приматам. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти две тысячи пудов, судя по инвентарным записям, были... Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! А вообще, я уже говорил, но повторюсь для тех, кто не слышал, вот этот коронавирус, он стал своеобразной лакмусовой бумажкой по вскрытию российских гнойников. Оказалось, что никакая мы не сверхдержава, уж тем более, не страна прорывов. Мы страна нарывов, блин, причем гниет и нарывает у нас везде, куда ни сунься, полный привет творится. Какие там высокие технологии, вы о чем? Какие ракеты, какой космос? Даже убитые дороги уже не актуальны от дураков. Сперва страну спасти нужно от дураков и лживых лицемеров, превращающих в великий народ в деградантов. Просто когда все посыпется поздно, а будет оно уже сыплется. Советское наследие в виде производственного и промышленного потенциалов одряхлило и разваливается в прямом смысле. Научные наработки безнадежно устарели, мозги утекли за границу, ресурсы наши природные отжали. Самих россиян усиленно превращают в буратин. Сначала превратили в потребителей, теперь вот в идиотов вообще хотят. Путин президент мира! Ура! Сказка просто! Сверхдержава! Блин, ага! Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Большое спасибо Сити Кафе Фаина Раневская. Мы тут снимаемся, заглядывайте, может и меня встретите. На наш второй канал тоже подписывайтесь обязательно. Ссылка внизу. Там мы ежедневные новости пока выкладываем. Но планируем переехать на ту площадку с концами. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Что вы предлагаете? Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться пока. Пока!